Приветствую, друзья, на библейском портале «Экзегет» ответы на ваши вопросы. Что делать и как себя вести, если человек в разговоре поделился, что грешит, например, изменяет жене, нужно ли взывать к его покаянию или просто помолиться за него, то есть проявлять ли свое отношение, если с вами поделились сокровенным, причем в некотором покаянном духе, или тактичнее, или, может быть, более по-христиански грамотно, не осуждать, а сердечной молитвой призвать благодать покаяния на этого собеседника, известного в эфире, в интернете, видеоответ чудного старца недавних времен, Иоанна Крестьянкина, архимандрита Псково-Печерского монастыря, о том, что иногда мы хотим помочь ближним, а лучшая помощь – это не изобретать какие-то средства, в которых мы слабосильны, а помолиться за него, и Бог поможет ему неведомо для тебя наилучшим способом. И с дерзновением говорил это отец Иоанн, убежденно, твердо вкладывая в сердце слушателей вот этот довод, эту мысль. Мне кажется, она очень актуальна, но именно тогда, когда мы в некоторой растерянности, когда думаем, а как же помочь, а как же или что может быть тут деятельным в случае либо полной глухоты разговаривающего с нами человека, либо уже какой-то крайней сложности обстоятельств, в который завели его грехи нераскаянные. Но эта позиция вовсе не отменяет проявление отношений. Сказано у апостола, а еще кто обратит грешника от путей его погибельных, тот спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Поэтому если вдруг перед вами кто-то, обнаруживая свою раненую совесть, свидетельствует как о грехе, о чем-то неисправном в своей жизни, разве будет благоразумно и полезно как бы отвернуться от него, сделать вид, что ты не слышал или что ты не знаешь, чем врачуется эта смертельная язва души. Она же врачуется покаянием, она же врачуется отчуждением от источника соблазнов, она же врачуется самим Христом, призвать которого и необходимо тому, кто осознает свое повреждение и, может быть, погибельное состояние. Дело в том, что это обнаружение собственной греховности, если не найдет способа исцеления, будет усугубляться, приводя человека и к унынию, и к отчаянию, чем сейчас бывает заражена молодежь наша. Они что делают по жизни? Ищут, как развлечься. И увлекаются различными романами, новыми отношениями плотскими. Душа их знает, чаще всего и чувствует, что это грешно. Но из этого греха, тем более, все более и более разнообразного, ибо он не останавливается на одном достигнутом пороке, ищет новых приключений. И вот душа, знающая, что все глубже и глубже погружается она в болото Бога отчужденности, и, не видя из этого выхода, переходит еще и к худшим состояниям, полного отчаяния, мрака, такой ночи на душе, как говорит героиня одного из наших русских классических произведений, «ночь у меня на душе». Эта ночь как раз должна быть не непроглядной, в ней должна дать человеку луч света, надежду указать на путь исцеления от этого недуга, от этого повреждения, от этого пожара, болезни, любви, плотской, охватившей душ, измена супруги. Это что, какой это остров везения? Это что, как Сталин сказал по поводу жены красавицы одного из военачальников, что будем делать, завидовать будем? Если обнаружилось такое печальное состояние вашего приятеля, да еще именно перед вами, то кто, как не вы, призванный подсказать путь к кресту и Евангелию, возвращение блудного сына к своему отцу, святости и неповреждаемости и благодатного, такого бесценного значения, чистоты супружеского ложа, если вы сами к этому, к этой благодати приобщены, во всяком случае имеете о том здравые понятия. Так что не будем навязывать свои рекомендации тем, кто не спрашивает, поскольку это иногда малоплодотворно, человеку свойственно сопротивляться всякому насилию над собой, даже и благочестивому или особенно призыву к благочестию, когда сама душа еще не разродилась покаянными чувствами в отношении своих пороков и греховных расположений, действий, а тогда, когда тебе уже выкатывают на блюдечке с голубой каемочкой содержание вот этого гнойного нарыва души, то как же его не попытаться хотя бы привести к исправлению и не попытаться познакомить этого кающегося уже почти грешника со знакомым внимательным батюшкой, который найдет время для его внимательного покаяния, исповеди и поможет, развязавшись с порочными связями, утвердиться на пути благочестия и вернуть душе потерянную чистоту. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok